Ой, девочки, расскажи мне. Это банан, и сейчас час. И вы думаете, господи, в час дня ты выглядишь как чудище. Всё потому, что я встала сегодня в 12.20. Но до этого момента изначально легла я в 4. Ну, потому что влог делала, как всегда. Там ещё всякой фигнёй занималась, постирала. Поменяла постельное бельё, потому что Вильена пописала на одеяло. И, короче, у меня время спать в 4. Я такая думаю, ну, тип класс. Ну, нормально вообще. Время есть поспать. В итоге я не могу уснуть, понимаю, что, ну, блин, не хочу я спать. И принимаю решение встать, пойти за комп и сделать короткое видео для Инстаграма с сегодняшнего влога, который вышел. То есть со вчерашнего. Я всё это сделала, пошла, легла в кровать. К тому моменту было что-то типа около 6. И я легла долго, не могла уснуть. В итоге я уснула. Но вот это чувство того, что я не сплю на самом деле, такой максимально неглубокий сон, присутствовал на протяжении вот всего времени, как я легла типа спать. Потом я проспаюсь от звонка на телефоне. И думаю, что это будильник. Но когда я смотрю на время, понимаю, что нет, в 9 я не ставила себе будильник. Во-первых, я очень плохо спала сегодня. Просто, в принципе, изначально плохо спала, потому что, наверное, боялась проспать. В 9.56, 9.57, 9.57, 11.58, 11.59. Когда мне звонит этот номер. И я думаю, вот какого хрена ты схотина такая? Мне так рано звонишь. Причём я не знала, что это наш интернет нам звонит. Это я узнала тогда, когда в 9.57, или во сколько он меня там первый раз разбудил, я сбросила, конечно же. Потому что я сплю, Слава спит, Вива спит. Ну, все спим. Как бы болтать по телефону не особо хочется. И потом, короче, зашла в приложение, GetContact, что ли называется. Да. Туда забиваешь типа номер, и видишь, как у кого этот номер записан. И так можно понять, кто тебе звонит, если не знакомый номер. Я увидела, что это интернет, заблокировала его, потому что нехрен мне звонить. Так что вот такое у меня доброе утро. Вообще не спала. Сейчас буду спать на ресницах, скорее всего. Короче, я уже открыла новое видео, и там уже кто-то написал комментарий такой, типа, вообще никак не могу понять, в смысле зубы не смыкаются. Ну, типа, знаете, смыкаются. Не повезло Славе. Хорошо, что я ухожу из этого дурдома. И так, я уже сижу в машине. Мне повезло, потому что мне до салона, где мне делают ресницы, ехать, ну, минут 7-10. Это если пробка на светофоре, ну, то есть прям кайф. Так что сейчас быстренько доеду, мне сделают реснички, и потом я уже, когда буду дома, наверное, к вам вернусь. Закончили делать мне реснички. Очень быстро сделали. Я, кстати, дремала. Так приятно было лежать. Один раз даже я дернулась, знаете, вот этого. Перед тем, как прям, ну, уснуть сильно, вы дергаетесь. У вас, ну, такая судорога, типа, как какая-то, я не знаю, как назвать. Мне кто-то рассказывал, что это наш мозг думает, что мы умираем, потому что мы переходим в какой-то там глубокий сон, и наш мозг что-то там делает. Вот это вот дёрнулись, и поэтому... Ну, короче, блин, я просто ненавижу такие моменты, особенно, когда я лежу на ресницах, потому что я лежу такая... Ну, типа, это очень тупо. Ненавижу. Но хуже всего даже не это, потому что это фигня. Хуже всего, когда я лежу, засыпаю, и такая... У кого такое было? Напишите в комментариях, потому что я просто ненавижу это. Я не знаю, от чего это зависит, как, почему иногда такое бывает, но это не одно... У меня такое, конечно же, бывает. Но это просто так по-дебильному. Зачем что-то делать? Говорить, просто спи! Сегодня, я не знаю, у меня нет никаких планов именно на улице куда-то выходить, куда-то ехать. Я думала, типа, дома навести порядок. Но именно вещи сложить. Ой, не могу. Вообще не спала сегодня. А, в лото, да. Слушай, ну приедешь в гости к нам на дачу, соберешься границу тоже у нас. Мы со Славой приехали в Брате Караваеву, сейчас пойдем покушаем, попью кофе, потому что я просто в ужасном состоянии, зеваю, у меня ноги такие, знаете, как будто бы я только проснулась, мне нужно потянуться. Ты встал так? Угу, недавно. Юля меня потянула в Брате Караваеву, типа, подняли, покушаем. Ты как вива разговариваешь. Ну ладно, все. Стой. Посмотри, какую нарезку я сделала. Колбасную. Господи, какой кошмар. А, ну похоже на настоящий звук. Так я о чем? Странный человек. Постоянно в темноте. Темноте. Я понимаю, что я не всегда права. Если мне не понравится, я скажу, потому что я сама искупила свои деньги. Стой, понравилось? Да. Я это в 6 утра делала. Это качественный кофе. Правда? Да. Спасибо. Возьмем мою дорогую сумку и пойдем за котлетами. Ну вот, как обычно, гречка с котлеткой, салатик, пучинка. Мы уже дома. И я хочу протестить тональный крем, который вчера купила. Вот такой. Не пойму, блин. По цвету он вот так вот. Сейчас я мазюку, я прям вижу, что он темнее моей кожи. Блин, он вообще темный. Ну, кстати, он, по-моему, хорошо перекрывает. По цвету это вообще не мое. Он прям оранжевым отдает. Дико угорала. Кто-то в комментариях под предыдущим влогом написал, типа, то, что мои зубы, и я сейчас похожа на Вилли Бонку из шоколадной фабрики. И я дико с этого угорала, потому что я недавно только вспоминала им, и вспоминала, как он пришел к своему отцу, который зубной врач, стоматолог, и он что-то его узнал по зубам. Реально, клянусь, вспоминала сама это. Вот буквально недавно, как раз, когда мне зубы эти сделали, видимо, реально похоже. Блин, что я могу сказать про этот тональный крем? Он очень хороший. Мне очень нравится то, что он такой плотный, и так хорошо все перекрыл, реально у меня кожа стала одного оттенка. Единственная проблема, что темнее моей кожи. Но, знаете, на самом деле, у меня внизу был консилер, поэтому, может быть, если без всего наносить, то будет лучше. Читаю комментарии, которые вы писали под первым днем недели влогов. Вот и зачем делать зубы? Ничего не изменилось. Они такие же белые и ровные, как и были. Во-первых, мне еще не сделали зубы. Я это просто обожаю. Вот клянусь. Я не знаю, почему люди такие непонятливые, но зубы мне еще не сделали. Давайте посмотрим уже, когда будет результат, когда мне сделают зубы, что будет кстатики завтра. Завтра мне будут делать уже верхние зубы, виниры. Я безумно волнуюсь, потому что, ну, как бы волнуюсь. Многие говорят, что лучше убрать магниты с холодильника, типа, будет лучше выглядеть. Не знаю, посмотрим. Одно время меня раздражала Юля, а сейчас прям очень нравится смотреть. Очень искренне мало таких блогеров сейчас. Спасибо. Некоторые люди уже второй комментарий увидела. Вот сейчас второй комментарий такой. А почему у Карины старый телефон? Давно видео снято. Карина ходит с двумя телефонами. Я не знаю, зачем я ей постоянно говорю, ну, типа, ходи с одним, потому что с двумя реально неудобно. Я ходила какое-то время с двумя телефонами, и это был кошмар. И кто-то еще написал, то, что Карина же уехала, это видео давно снято. Нет, Карина уже вернулась, она уже приехала. Это видео снято вчера, в понедельник. Еще один комментарий. Вот тебе и сделали. Только поставила, чуть пожевала твердое, уже что-то отпало. Фейл. Фейл это вы. Просто как так можно? Вот я не понимаю реально таких людей, которым ты миллион раз говоришь. Миллион в каждом видео. Да даже если ты в первый раз это видишь, я же в этом же видео это сказала, что это не виниры, это даже не зубы, это вообще хрень, которая просто затвердела на моих зубах. Меня это бесит, потому что я не понимаю, почему люди не могут услышать и осознать слова. Но мне пофиг на самом деле, кто-то не понял. Потом у меня будут офигенные виниры, сейчас временно. Если человек не в курсе, как вообще происходит все, как все работает, то это не моя проблема. Теперь я требую отдельное видео, потому что я хочу изменить свой нос и фамилию. Но теперь я что-то сомневаюсь. На самом деле я в этом не профессионал абсолютно. Я плохо в этом разбираюсь. Я просто рассказал вам то, что сама знаю, но этого недостаточно, чтобы снять какое-то целое видео. Я в этом не разбираюсь настолько хорошо, чтобы рассказывать большую аудиторию об этом. Поэтому лучше сами посидите, почитайте в интернете, поищите какие-то интересные статьи. Но не так, что одну нашли и прочитали, а прям много почитайте и уже сделайте какие-то выводы. Вообще очень приятно. Некоторые пишут то, что им безумно интересна вся эта тема, то, что я рассказываю про астрологию, нумерологию. Но многим это вообще не интересно нафиг. И девочка одна написала, что она все это проматывает и не смотрит, потому что она это уже слышала в каких-то моих видео. И поэтому не любит такое смотреть. Вот. Ну, я буду стараться меньше об этом рассказывать, потому что действительно я уже об этом говорила не один раз. Я так угораю с того, что где я показывала Карине, что я как кошка. И типа Карина пыталась повторить. И многие люди пишут в комментариях то, что они тоже в этот момент пытались повторить. Это так забавно. Ой, ладно, почитаю комментосики ваши, до конца дойду, поставлю все молокосы. А потом мы с вами займемся какими-то домашними делами, потому что сегодня никуда не хочу идти. На улице вообще жесть. Когда я только проснулась, посмотрела в окошко, я увидела, как ворона гуляет у нас во дворе. И меня это очень насторожило. Еще дождик капал. Ну, в общем, блин, стрёмно пипец. А потом мы с вами разберем кучу вещей, которые валяются вон там. И посмотрим, что в шкафу разберемся с теплыми вещами. Это что здесь такое, Вивьена? Подойди сюда. Подойди сюда. Иди сюда. Давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Вивьена. Кто здесь написал? Ты зачем написала здесь, а? Подойди сюда. Давай. Подойди сюда. Подойди, подойди. Ответь маме. Ты зачем там написала? Ай-яй-яй. Не смотри на папу, он тебе не поможет. Ай-яй-яй, Вивьена, что это такое? Ты зачем на полу пописала? А? Вива, я с тобой разговариваю. Иди сюда. Вива. Давай, давай. Вива, иди сюда. Что это такое, а? Это что такое? Подойди сюда. Вива, подойди сюда. Давай, давай, иди. Кто здесь написал? Кто здесь написал? Куда идешь? Иди сюда. Что они снимали, было или не было. И такое видео мы тоже снимали два с половиной года назад. Что я там сделала? Чтобы вы понимали, что сейчас происходит, Слава смонтировал видос Backwards Challenge, где мы со Славой песни наоборот друг другу загадываем. И потом отгадываем. И сейчас я смотрю финальный. Да, это финально? Ну да. Много мест, которые тебе не понравятся. Сто пудо уехать. Так, где мы ругаемся. Слава обожает выставлять на показ, где мы ругаемся. Я говорю, ты что, с ума сошел? Всем не надо знать, что мы не идеальная пара. Что ты мне обнимаешь? Девушки, что мы идеальная пара. Мы идеальная пара. Да никто не идеален. Мы хорошая пара. Ну просто, я не люблю выставлять... Ну как бы мы ругаемся, но мы об этом и так рассказывали дофига раз. Мы ругаемся, да, в реальной жизни, дома можем ругаться, но... Это не значит, что весь интернет должен знать о том, что мы ругаемся, да? Ладно. Ты показываешь это или ты просто болтаешь? Когда выйдет видео, скажи. В среду выйдет видео, значит завтра. Точнее сегодня, если это видео будет. Да-да-да-да-да-да-да, сегодня. Если вы смотрите это видео, можете перейти на мой канал и посмотреть мое видео тоже. Да-да-да-да-да, все верно, он сказал. Так что сейчас я посмотрю, что Слава тут намонтировала, скажу ему, что вырезать, если мне что-то не понравилось. И да-да-да. Сегодня у Карининой мамы день рождения. О, мне написала Надя. Привет, Юль, что делаешь занято? Привет, я дома. Вещи разбираю. Еще не начала разбирать, но сейчас буду. Так, надо тете Инне написать Карининой маме. У нее сегодня Данюха. Сейчас я напишу. Здравствуйте, дорогая тетя Инна. Тетя Инна завела канал. Может быть, ей пожелать творческих успехов? Написала. О, у нас с Евгеной Чил. Привет! Я твой Фламинго. Я обожаю тебя, Вивьена. Знаете, как Вивьену сбить с толку? Подвигаем, подвигаем. Она думает, что она хочет игрушку кусить. На самом деле, она с мамой целуется. Я уже сняла в твоих софлях, Вивьена. Ай, я тебя обожаю, мой пушистик. Короче, я готова делать все, что угодно, лишь бы не то, что надо. Сейчас мы надеем напишем сообщение в песенной форме. Ну, я дома фигнёй страдаю, пока лежу на кровати, с Вивой играю и влог снимаю. Потом я в шкаф... Это девять. ...в шкаф залезю и буду разбираться. Хочешь, приходи? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Глянь. Она мне отвечает на арне. Не помешаешь, наоборот, подскажешь. Это реально так. Я реально пропеваю и пишу. Иногда я так делаю. Вообще, я обожаю петь. Дави. Видели бы в миру. Думаю, дело в том, что сегодня я не выспалась, поэтому я такая активная. Ладно. Походу, Надя придёт. И это неплохо. Кстати, завтра мы с ней вместе поедем в Эласт Бьюти. Она будет делать себе губы. Ну, хоть одну подружку я смогла уболтать. А я... Я пока не знаю, что я буду себе делать, но планировала сделать себе нос. Ага. Вот сюда подколоть, чтобы он был более ровный. А ещё он у меня так вниз загибается. Меня это так бесит. Думаю, что мои прыщи перекроют лишь лечение моих прыщей. Бивик с моряду, бивик с моряду, нагоня беду, нагоня беду. А, забыла рассказать. Когда я мало сплю, но я вам уже рассказывала, кто со мной давно и наблюдает за моей жизнью. Иногда мне кажется, что я, как этот Шоу Трумэн, кто смотрел. Я недавно только этот фильм посмотрела в первый раз. И там этот Джим Керри, ну, классный, думаю, вы все его знаете. Кто не в курсе, не знает про этот фильм, расскажу немножко. Он, типа, с самого рождения живёт. И думает, что он просто живёт в реальной жизни, а на самом деле. Но он об этом не знает. Все, кто его окружают, даже его жена, его соседи на работе, они все актёры. И он, типа, один, там не актёр. И он не знает о том, что все актёры. Короче, классный фильм. Кто не смотрел, обязательно гляньте. И мне было интересно посмотреть этот фильм, потому что иногда у меня складывается ощущение, что я тоже в Шоу Трумэна, но только я, типа, один, единственный актёр. Потому что, знаете, как бы странно это ни звучало. Хоть я и не играю на камеру, в том плане, что я на камеру веду себя точно так же, как в реальной жизни. Ну, только, наверное, из-за исключения того, что я не совсем всё, как бы, показываю, да, какие-то моменты, когда я очень злая, нервная, расстроенная, там, плачу вся в соплях. Такое, конечно, я не выставляю. Но я думаю, что вы поняли, о чём я говорю. То есть я такая, какая есть, живая. И я к этому привыкла. В какой-то момент стирается вот эта вот грань между реальностью и видосами. И я понимаю, что в целом всё то же самое, такая же жизнь, только снимается всё на камеру, но, блин. Охренеть! Не трогай, уйди! Я их так боюсь. Да подожди, не прыгай. Дзай! Беги сюда скорей! Ты где? Сюда, на кухню, быстрее! Смотри! У нас труп на кухне. Божья коровка, как она сюда пугала? А что она здесь делает вообще? Вива, ты её поймала? Вива, ты нет! Что ты у неё в муху прям? Извини, она её просто оттолкнула. Вива её лапает оттолкнула. Вив, не уходи! Иди сюда, не пугайся. Ты испугала собаку. Вивочка, иди сюда, солнце. Я к вам не пойду, психопаты. Иди сюда, тут божья коровка. Рассказывай, ты её съела? Вив! Эй, моя плюшечка. Пофигеть, Вива её перевернула. Божья коровка, улети на небо, принести нам хлеба, чёрного и белого, только не горелого. Ты вообще нечего снимать, да? В смысле нечего? Ко мне сейчас подружка придёт. Просто я насыпала Вивене корм и заметила там божью коровку. Вива в шоке, она вообще недоумевает. Иди сюда, пёсель! Господи, что-то происходит. Возьми её пальчиком и выпусти её наружу. Я сейчас возьму вот эту вот салфетку, точнее, обёртку от киндера. Сейчас я её возьму и вот этой вот обёрточкой я её поддену. Ага. В окошко отпусти. Она уже не полетит. Ты думаешь, что она мертва? Может, она уснула просто. А, ребята! Ладно, делать нечего хочешь, я вспомнила, что я им не рассказала про Муху. Извините, спасибо, ты лучший. Короче, ребята, то, что я вам сейчас покажу, взорвёт ваш мозг. И вы, наверное, подумаете, что у нас тут какая-то нечистая сила завелась, потому что я так и думаю. Видите там Муха? Я не знаю, что она там делает. Она там приклеилась, прилипла, либо у неё там спячка. Но она здесь уже две недели на этом месте. Мы специально не стали её трогать, снимать, потому что нам было интересно посмотреть, сколько она там будет сидеть. И я вам клянусь, прошло уже больше двух недель она там. Скорее всего, вы ошеломлены этой новостью и не поверили мне, и думаете, что это какая-то компьютерная графика, либо мы сами её туда приклеили. Но я вам клянусь, обязательно я должна не забыть и в конце этой недели влогов показать вам Муху. Она будет точно там же, надеюсь. Недавно к нам приходили из клининговой компании убираться, и когда я открыла шторы, я сначала Муху не заметила и очень расстроилась, потому что подумала, что они её сняли, выкинули, не знаю, убрали. Но они её не стали трогать. Может быть, они её не заметили, хотя сложно было её не заметить, потому что здесь мыли окна, и она прям над окнами. Мне кажется, что они подумали, что мы сами её туда приклеили и хотим, чтобы она оставалась там всегда, с нами. Это просто вдвойне смешно, но я вам клянусь, она там. И когда я это заметила, я была в диком шоке. Я вообще сначала думала, что она живая, занавесила шторы и подумала, ладно, вдруг ещё, ну, начнёт тут летать, нафиг нужна. Потому что я, в принципе, боюсь Мух. Но эту Муху я полюбила, она так давно со мной. Она спит с нами, смотрит с нами фильмы, и она никуда не улетает, она не уходит. И самое страшное, я боюсь её чем-либо трогать и не буду этого делать, потому что мне кажется, что я до неё докоснусь, и она такая... И оживёт. У меня реально есть мысль, что она типа спит в спячке, но почему она там именно спит? Я не знаю. Я не знаю, но, блин, это очень странно. Я вам клянусь, она там сидит. Мы её сами не убивали так, чтобы она там на своих кишках прилипла, нет. Она просто там сидит и следит. Иногда у меня даже возникают мысли, что это скрытая какая-то камера, и кто-то за нами следит. Но суть в том, что это просто настолько странно, меня это пугает, и меня бесит то, что я забыла рассказать вам об этом вчера. Я вообще давно хотела рассказать... О, Надя пришла! Надюшка. А, ты у меня давно не была, да, в гостях? Сейчас тебе тоже покажу. Что? Сейчас. Раздевайся. Просто раздевайся. Это офигенно. И ты как медик, возможно, сможешь мне объяснить это как-то. Хотя ты медик, а не какой-нибудь там ветеринар или что-то связанное с мухами. Но я очень хочу, чтобы ты это увидела и прокомментировала как-то. Пойдём скорее. В общем, смотри, Надь, уже больше двух недель там сидит муха. Возможно, она спит. Она же сдохла. Я как-то это определила. Не знаю, мне кажется, она прилипла. Но почему, сука, она там сидит? Давай я достану. Ты что, нет. Я уже две недели, даже больше двух недель проверяю, на месте ли она. Мне очень важно, чтобы она сдавала там. Это моя мама домашняя такая. Точно, точно. Ой, я так радуюсь. Вот так вот в Евгене обычно всегда радуется. Тут жесть, вообще бардак. Мне абсолютно не нравится. Посмотрите на эту полку. Сюда просто всё вот так вот запихано. Я такое не люблю. Тут, короче, везде жесть. Поэтому сейчас я всё это нафиг вывалю на кровать. Пыль поднимется ещё выше. Только что с Надей об этом говорили. Вива, остерегайся. Короче, я просто хочу разобрать вещи, потому что много у меня тут летних вещей, которые нафиг мне не нужны сейчас, и они занимают много места, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне кажется, мы с тобой разбирали этот ящик, я тоже приходила к тебе. Да. Недавно досталась какой-то коробке вот эту штуку, которую, мне кажется, я вообще ни разу не учила. Кольчуга. Она, кстати, ну, не очень тяжёлая, но не как майка из топ-шопа наизнанку сейчас. Я просто не знаю, сюда же какой-то лифчик нужно. А какой, чтобы это выглядело не пошло? Ну, вот такого же цвета. Ну, такого нет. Бежевый, бежевый. Я постоянно стараюсь и говорю себе, никогда не бери то, что тебе не надо, то, что у тебя есть. Ну, я и так стараюсь не брать, но всё равно вещей много. Самое главное, что я поняла, я больше не буду брать бесплатно всякие, типа, вещи в огромном количестве, типа, кучу майк, футболок каких-нибудь, типа, китайских. Даже если они нормальные по качеству, просто их так дохрена. Я хочу, чтобы каждая вея была индивидуальностью. Как это получше объяснить? Только что Надя мне рассказывала про... Какой у тебя там курс начался? Цикл. А, цикл. Что... Вообще, зафрик. Это как это? Психиатрия. Блин, так интересно вообще. Тебе интересно учиться на медицинском? Ну, да, нормально. Нет, кстати, психиатрия, психиатрия вот мне нравится тем, что она интересная. Типа, блин, я просто... Да, вот, кстати, о том, что я себя узнаю, я поняла одну вещь, что нету ни одного человека с нормальным психическим здоровьем, потому что, блин, вот, если меня взять и посадить вот сейчас напротив психиатра, и я всё выложу, вот, что у меня есть в жизни. Ну, меня же положат на месяц. Блин, я боюсь, что меня не то что положат, мне сразу на стул электрический будут мне этот мозг, короче, мой... Перезагружать. Ну да, потому что... Да, кстати, до сих пор так делают, ты знала? Ужас. Но этого пациент не помнит же. Но есть одно но. Я не смогу быть психиатром, потому что, когда приводят больного нам, я просто сдерживаю себя всеми силами, чтобы не заражать право лицо. Ты ужасный человек, как тебя вообще... В смысле, ужасный? Ты понимаешь, что перед тобой сидит человек и затирает тебе про то, что типа в стенах порталы. Вот я видела портал, он открылся. А вы можете рассказать про этот портал? Нет, мне запрещено. Ну, эти человечки зелёные запретили. А я сижу и прям, вот, не знаю, я не могу. Но с другой стороны, да, это интересно. Ну, это интересно, но так... Интересно, но, блин, тебя тоже посади, ты тоже... Слушай, меня посадили, я скажу, у меня собака лаяла в стену, у нас признаки. Нет, ну это... А что это? Ты же их не видела. Я просто про то, что типа у тебя никогда не бывает такого, что ты идёшь, и тебе кажется, что за тобой кто-то следит. Не бывало такого никогда, что ты заходишь в подъезд, например, вечером, за тобой кто-то идёт, и ты обязательно думаешь о том, что тебя хотят убить. Именно этот человек. Ну, не, ну, такого прям нет, что я... Ну, не прям вот так вот жёстко, но... Ну, у меня было такое, что я шла, и типа мне казалось, что человек идёт за мной. Да, но он идёт за тобой, но ему как бы на тебя пофиг. Ну, я уж не знаю, пофиг или нет, может, он шёл, типа, узнал, и я буду такой, а ладно, завтра в другой день, типа, я не знаю. Ну, это страшно. Ну, хрен знает, вообще, типа, у меня много такого всего. Да, что ты идёшь, тебе кажется, что за тобой человек идёт? Ну, я же часто хожу пешком, допустим. Да, да. Тем более сейчас, типа, вот... Истерика, паника. Ещё ты знала то, что ревность, это тоже является психическим расстройством? Я знаю, что я психически неуравновешена. Неуравновешена. Ну, блин, у меня очень сложное отношение с ревностью, потому что, с одной стороны, я ревнивая, с другой стороны, я всё думаю, а пофиг. Ну, типа, да, да, типа, ты ревнивый, но когда ты вообще не ревнивый, это же тоже неправильно, это значит, что тебе вообще пофиг. Ну, да, типа, знаешь, так сказать. Короче, должна быть грань. Да. Потому что, как нам сказали, типа, это отсутствие ревности и болезненная вот такая ревность, когда ты просто... Как сказать, даже нет никакого основания, да, не доверять человеку, а ты всё равно его ищешь. Вот прям специально. Это, конечно, да, пипец. Я про это говорю. Не, я, наверное, ревную только, когда я именно... Что-то мне не понравилось. Ну, да, какой-то очевидный повод, ты видишь. Ну, да, да, я думаю, типа, Лея, что за фига вообще такая? Что ты себе позволяешь, Лея? Что это? Что-то модное. Когда я это брала, я думала, я буду в этом восхитительно. Богиня! Я буду в этом с джинсами, кроссовками. Здесь у меня будет сумка висеть. Я буду очень классная. Нет. Потом я брала вот это. Точно такая же, только на застёжке. Я думала, что я буду просто медвежонком, по-другому. Это из-за разряда тех вещей, которые я беру для того, чтобы дома в них ходить, болеть, просто умирать. Вот так вот, да? И вот зачем они мне, твою мать, нужны? Зачем столько вот таких вещей мне надо? Не надо. Это кофта просто в ужасном состоянии, но очень, типа, классная, но... Её нужно постирать с лаской. Это не шутка. Реально, ласку для чёрного купи и постирай. Да? У тебя что, в машинке нет сушки? Нет. Фу, плебейка. Такое слово, что... Вообще, вообще, ну, нет, я-то вообще низший слой общества. Чё, дура? У меня вообще машинки нет, я в руки стираю. Я шучу. Да нет у меня сушки. Говорят, что она, типа, очень сильно вещь мнёт. Мне кажется, что она даже портит вещь. Ну да, 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 ну... Я уже вангую, что в следующем году, когда ты будешь разбирать. Будет круто посмотреть уже в следующем году видос. Я такая... Я когда это покупала, думала, мне так понравилось. Я думала, я буду тигрийцей. Да, да. Когда я брала эту кофту, я думала, блин, в ней я буду вообще была бы ещё с этими штанами моими, которые тоже под военностью. На милитаре. Я думаю, блин, я буду вообще... Приезжаю домой, понимаю, что они абсолютно разного цвета, абсолютно с разными рисунками. Вива себя что-то как-то плохо ведёт в последнее время. В плане? На кровать написала. А мама даже не заметила. И легла. Да, но там было сухо. Я почувствовала запах. На себе. Нет, знаешь, я чувствовала запах, но я всё равно думаю, ну, может, только что ходила, написала, и типа, чуть-чуть пахнет. Думаю... Я захожу в комнату, смотрю на кровать, вижу жёлтое такое пятно. А потом я думаю, блин, может, меня глючит, типа, знаешь, когда ты из-за этого не смотришь на себя, блин, я такая думаю... Не, глючит, наверное. А почему такое... Посижу, полежу на этом. А почему, блин, понюхаю. Вот поэтому да. И тогда мне стало всё понятно. Итак, рассказываю, какие события произошли после того, как разобрали вещи. Надя ушла. Я села за монтаж этого видео, камера заряжалась. Сейчас, точнее, не сейчас, когда я села за монтаж, заказала пиццу. Пицца пришла, я съела один кусочек. Это вредно, мам, не смотри. Во-первых, хочу прокомментировать, этот костюм всё-таки продолжил линять. После стирки тоже. И это, конечно, его большой минус, и я расстроена. Но он очень мягкий, уютный, и, наверное, поэтому он линяет. Потому что тут такая ворсинистая штучка. Ну, хватит нюхать меня, сопливый нос. Хватит, хватит. В общем, итоги сегодняшнего дня. Я сходила на коррекцию наращивания ресниц. Мне сделали, мне всё понравилось. Видишь, ты куда смотришь, булочка. Потом мы со Славой съездили в братья Караваевы, потом приехали домой. Дома немножко повалялась, потому что мало спала сегодня. Но я не спала так, чисто просто повалялась минут 20, может быть. В кровати было очень уютненько, прикольненько. Потом, получается, я с вами связалась, вышла на связь. Мы болтали о чём-то, что-то делали. Потом пришла Надя, разобрались с вещами. Потом Надя ушла, и я монтировала видос. Сегодняшний день, наверное, очень скучный был для вас. Но надеюсь, что всё равно он вам понравился. И, наверное, ещё сегодня я никак себя не загружала, потому что завтра сложный день, рано очень вставать. Процедуры будут, потом ещё виниры ставить. Это такое дело долгое достаточно. Но зато завтра мы с вами уже увидим меня с винирами. Я очень волнуюсь. Но я думаю, что в сторис я даже раньше всё это покажу. Хотя не уверена, но в любом случае лучше подпишитесь на меня в Инстаграме и зайдите, и следите, чтобы не пропустить. А ещё сегодня на канале у Славы вышло видео, где мы с ним играем в игру и в эти песни, наоборот. Так что тоже посмотрите. Ссылку оставлю в описании, чтобы вам долго не искать. Ну, Масик, ну хватит, мама, ублизывай. Доделаю видос, поставлю его на загрузку, пойду в душ. Когда я выйду из душа, видос уже загрузится, отрендерится на комп. Потом я поставлю его на YouTube. Мне нужно сделать скрины для обложки. Отправлю дизайнеру. И потом я смогу лечь кровать. Но дальше у нас будут реально крутые дни. Сегодняшний был такой домашний, расслабон, отдыхон. Но дальше будут классные, интересные дни. Во-первых, завтра винили. Потом мы с Кариной поедем на дачу. Это будет... Я уже решила, что когда мы с Кариной поедем на дачу, я буду снимать на фишай. То есть это будет влог с дачи, но он будет как бы неделя влогов. Потому что в моей повседневной жизни я, да, могу поехать на дачу, поменять колеса. Это надо. Поэтому думаю, что это будет классно. Так что вот, мои хорошие. А после того, как мы съездим с Кариной на дачу, на следующий день мне надо будет сходить в поликлинику вместе с мамой. Чтобы мне там написали, куда чего анализы сдавать. Крови и все такое. Ой, чтобы понять, что у меня с животом, с прыщами. В общем, совсем разобраться. И есть ли у меня какие-то нарушения гормональные, фиг знает. В общем, все это, короче, буду делать. И в тот же день, когда мы с мамой сходим в поликлинику, потом мы с Кариной, ну, забились, договорились, что пойдем в студию, будем фоткаться. И чили там, вас тоже возьмем с собой. Ну, короче, вы все поняли. Спасибо большое, что смотрели это видео. Если понравилось, ставьте лайки. Ну, лучше ставьте, чтобы я не расстраивалась. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Пишите комментарии, потому что я все читаю. И, возможно, именно ваш комментарий попадет в завтрашний выпуск, завтрашний видос. Так что не тупите. Пишите комментосики. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.